Здорово всем дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о Стасе Аскетти. Стасе Аскетти, я думаю, многие уже знают, что он принял волевое решение уехать с Мариуполя, где он вырос, где он жил всю жизнь. Это было очень тяжелое решение для него, потому что сейчас у него фактически началась другая жизнь с чистого лица. Ему очень трудно было принять это решение, но все-таки он это сделал, хотя он мог остаться там, как сделал его батя. Его родственники остались там, но он еще молод, вся жизнь впереди и никому не хочется подбирать свою жизнь опасностям, даже вот такому человеку, как Стаса Аскетти. Все знают, что вся суть контента его канала строилась на том, что фактически на одной вещи, что вся жизнь была связана с базой. Сейчас базы нет и, соответственно, видео старых уже не будет вообще никогда в жизни. И несмотря на это, у Стаса Аскетта вот такая аудитория, очень, ну то есть, очень хорошая аудитория, которая готова смотреть его абсолютно в любом виде. В любом виде, ну то есть, вот если сравнивать со мной, у меня, например, если я выложу какое-то разговорное видео, оно набирает много просмотров. Если я выложу, ну какой-то мукбанг или обжор, оно наберет там нахуй в 10 раз меньше или вообще вот там никто не будет смотреть. То есть, вот такой, ну контраст. А у Стаса Аскетта вот вышло новое видео, оно набрало даже больше просмотров, чем старое вот видео. Хотя, я, ну помню, я, ну тоже, ну когда-то вот снимал на путешествия, там, с Египта их, ну их никто особо не смотрел. Ну, так что вот, дорогие друзья, сейчас вот он стоит на распутье, на распутье, там, нескольких, ну путей. Что же делать дальше? То есть, вышло, ну первое видео, ну в общем, как он подстригся на волосы, там, чтобы еще больше символизировать вот начало новой жизни. Потому что всю свою сознательную жизнь он был с длинными волосами. И Стас Аскетт, он такой же человек, вот как и я, он ведет, он вел всю жизнь запорнический образ жизни. Несмотря на то, что, да, вот все видели вот эти слитые фотографии, но когда там в молодом возрасте он жил как обычный человек. То есть, у него были вот эти пьянки там в писке, алкоголь. То есть, кто видел эти фотографии, знают, что Стас Аскетт пришел к такому образу жизни в определенный момент своей жизни. То есть, это было не как у меня. То есть, я всю жизнь, я живу там, то есть, я всю жизнь щеканца, цофоб, там, всю жизнь сижу дома, а у него было не так. И вот, дорогие друзья, многим, наверное, интересно, а что же будет дальше? То есть, что же будет дальше? Ну, когда вот контент строится на одной какой-то вещи, очень тяжело придумать что-то новое. Особенно, ну, когда все подписывались именно ради вот этого контента, то есть, контента с базой. Сейчас, я думаю, Стас Аскетт очень тяжело. Во-первых, он понимает, что для того, чтобы у него был хоть какой-то контент, там, в Германии ему придется выходить. Выходить так или иначе, выходить с дома. А для него, вот, как человека, ведущего аскетический образ жизни, это очень тяжело. То есть, аскетизм, это в том числе означает уединение. Уединение наедине с самим собой. Там не будет базы. Соответственно, обычные видео старого формата больше не могут сниматься в нынешней его обстановке. Да, и, в принципе, больше никогда. Ну, потому что, вот, в Германии, кто не знает, продукты не выкидывают на мусорку. Их там отдают бесплатно. То есть, ну, прямо там в супермаркетах ложат на полки. Ну, когда там у них выходит срок годности, их может, ну, брать вот любой человек. Либо же, вот, в Америке, там, выкидывают на мусорку, но рядом с супермаркетом, а как таковой базы там не существует. Ну, то есть, там вообще, вот, для Стаса Аскета будет очень тяжело. Вот, очень тяжело. Вот я бы, например, я бы никогда не поехал в Европу. То есть, у меня была, ну, такая возможность, то есть, я мог бы поехать. Но я отказался от этого варианта, потому что я не люблю страны с вот этой, с развитой индустрией. Страны, там, ну, победившим капитализмом, которые, там, суть жизни у людей сводится к тому, чтобы, вот, ну, работать как можно больше, там, ну, как выжатый, но лимон. Ну, с тебя, там, будут выжимать все соки. И я понял, что это абсолютно не мое. То есть, я люблю, ну, размеренный образ жизни. И я думаю, Стас Аскет, ну, тоже. Именно, ну, поэтому я прекрасно, ну, понимаю, вот, что будет дальше, это очень большой вопрос. Но, тем не менее, будем надеяться, что Стас Аскет сможет, ну, придумать какой-то новый, ну, формат. И будет продолжать, ну, радует нас новыми видео, там, выпускать видео, ну, которые будут не менее интересны, чем видео старого формата. В общем, если вы согласны, да, этим поддержим Стас Аскет в эту, ну, трудную минуту. И если вы хотите, там, чтобы он дальше продолжал выпускать новые видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok